ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам еще об одном знаменательном событии, которое будет происходить в ближайший понедельник, 14 октября. Это открытие парламента, который традиционно открывает королева, зачитывая речь перед парламентом о том, что парламент должен сделать, какие цели и задачи поставлены, ну и как дальше жить. Стоит сказать, что именно эта церемония всегда проходит в мае месяце, но уже полтора года королеве, видимо, нечего было сказать. Церемония не состоялась в прошлом году и не состоялась в этом году, в мае месяце. Видимо, королева ждала, случится или не случится Brexit, но так как не дождалась, пришел уже новый премьер-министр, и Борис Джонсон отправил весь парламент отдыхать. Парламент отдохнул, и теперь у них осталось всего полмесяца для того, чтобы принять решение, как быть и куда двигаться дальше в связи с Brexit, будет ли сделка, не будет ли сделка, выйдет ли Великобритания из Евросоюза или нет. Об этом узнаем совсем скоро, 31 октября, это дедлайн для Brexit. Ну а пока, видимо, королева решила за 15 дней до выхода из Евросоюза дать некие указания парламенту. Но суть моего ролика не в этом. Итак, я сегодня расскажу вам, как поймать, как увидеть королеву, когда она едет в парламент на церемонию его открытия. Я была на этой процессе, по-моему, 3 или 4 раза, и все это время я видела королеву. Кстати сказать, для поклонников Кейт и Меган, их вы там не увидите, они никогда не ездят вместе с королевой открывать парламент. Но, если вы хотите увидеть принца Чарльза и его жену Камилу, они бывают там. В последние разы они сопровождают королеву, так как принц Чарльз готовится вступить на престол в случае смерти королевы или в случае отречения ее от трона. Для тех, кто хочет увидеть королеву, 14 октября приходите на парламентскую площадь, где состоится вся эта церемония. В 11 часов все уже должны быть в парламенте, королева едет последняя, то есть без 5.11 она проезжает где-то мимо Биг Бена. Но, чтобы увидеть ее, лучше прийти заранее, за полчаса как минимум, если вы не собираетесь фотографировать или снимать на видео, и за час как минимум, если вы хотите поймать какие-то кадры. Это вот для туристов и для проживающих в Лондоне людей, которые никогда не видели королеву и желают наконец-то ее встретить. Церемония начинается от Букингемского дворца. Церемониальная колонна из лошадей и оркестров двигается от Букингемского дворца до самого парламента. Королевы и член королевской семьи едут на лошадях в каретах в парламент. Их сопровождают конницы, их сопровождают оркестры. Но в последний год, вот в 2017 году, когда она последний раз открывала парламент, она уже ехала на своем бендли. В связи с чем, я точно не помню, но что-то там связано с лошадьми. Кстати, сейчас в Лондоне бунтуют Extinction Rebellion, экологические повстанцы, так это, наверное, можно перевести, которые, как в апреле этого же года, выходили на улицу, расставляли свои палатки и не давали транспорту проехать. Также и в этом году они расположились на улице Whitehall, которая как раз ведет из Букингемского дворца к парламенту, на пути королевы. К понедельнику полиция надеется перенести этот протест на Трафальгарскую площадь. Будем надеяться, что королева сможет доехать до парламента и ничего с ней не случится. В последний год, кстати, она ехала не по Whitehall, а по улице Сан-Джеймс-парка. То есть не по DeMall она выезжала, а сразу же... Сан-Джеймс, наверное, стрит. Наверное, Сан-Джеймс-стрит эта улица называется. И буквально заворачивала уже на Вестминстри к парламенту. Так что самая лучшая область, где можно встать, это парламентская площадь. Все, конечно, огорожено. Стоят полицейские, еще и моряки с винтовками охраняют путь королевы. Но за огороженную область можно встать как публика и смотреть спокойно за тем, что происходит. Так что если вы желаете хоть раз увидеть королеву, если вы ее ни разу не видели, то Welcome в этот понедельник на парламентскую площадь лучше прийти к 10 часам. Тогда 100% вы увидите всю церемонию. Пока на этом все. Я не прощаюсь с вами, буду рассказывать о следующих событиях и о том, как туда попасть и что там можно увидеть. Ну и вообще о Лондоне и о по всем остальном в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок